Когда я увидел этот велосипед, я был под большим впечатлением, насколько это удачная покупка. Итак, клиент купил Merida Mats 300 TFC. Цвет, оригинальный такой под немецкий ГДРовский флаг, смотрится восхитительно. Здесь стоит оригинальный топиковский багажник, который рассчитан до 26 кг. Обычно пишут 25 кг, здесь 26 кг. И стоит оригинальный замок-криптонит с тросом. Представляете, то есть велосипед был приобретен, со слов клиента, за 35 кг. Если продать багажник и замок, то это половина цены этого велосипеда. Ну, как бы, тут уже клиенту, конечно, решать, что он хочет. Я ему, конечно, посоветовал продать вот это все дело и не пристегивать такой хороший велосипед. Никуда на парковке не оставлять без присмотра. Велосипед был куплен с документами у клиента, который на нем, скажем так, практически не катался. То есть, вот, смотрите, состояние вилочки, легкие потертости. Пока обслуживать не будем, потому что клиенту надо очень срочно, он уезжает в другой город. Вот. Износ трансмиссии имеет место быть, но износ трансмиссии такой, что год активного катания она переживет. Переключатель SLX сзади, то есть это уже профессиональный уровень. Впереди Асера, очень широкие усиленные штуны. Но, к сожалению, велосипеду, наверное, лет 10, а то и больше. Его никогда, соответственно, предыдущие клиенты не обслуживали. Он просто стоял в гараже и на нем выезжали покататься раз в неделю, может быть, куда-нибудь. И предыдущий владелец ничего по нему не делал, вообще никогда. Соответственно, втулки хрустят, хрустят безбожно. Перебираем обе втулки, меняем внутрисмазку, конуса полностью живые, все хорошо. По гидравлике. Гидравлика Текра, опять же, стояла в теплом гараже, ничего не закисло. Грязи немного, просто чуть-чуть подрегулировали тормоза. К сожалению, Текра у нас не перебирается, потому что нету никаких запчастей, нету никаких ремкомплектов. Видите, пыль, пыль, то есть многовековая пыль, но клиенту по бюджету было помыть только задний переключатель. Поэтому привели в порядок минимально, чтобы просто он ездил хорошо, как минимум один сезон. А дальше уже клиент самостоятельно его может помыть спокойно тряпочкой из шланга, из тазика, чтобы он был чистенький, аккуратненький. То есть минимальное ТО вот этого велосипеда, это просто обслуживание обоих втулок и просто настройка тормозов-переключателей. То есть, грубо говоря, 1000 рублей, и клиент еще годик покатается спокойно, вообще без каких-либо проблем. Вот что бывает, когда вот очень удачно повезло, и вы купили велосипед не за 10, за 15, а вы купили за 35. Но вот такой велосипед новый стоил бы, наверное, под 100 на данный момент. И вот, конечно, если продать еще багажник и замочек, тогда вы можете половину стоимости велосипеда вернуть обратно. Так что я считаю, что очень хорошая модель, очень все хорошо сделано, прочно, крепко, надежно, хорошие переключатели. Вот единственное, что тормоза не очень. Но посмотрим, когда клиент к нам вернется в следующий раз, будет новое видео, посмотрим, сколько проживут втулки, сколько проживет трансмиссия, как человек будет кататься. То есть, если вот катание такое спокойное, типа гаражного хранения теплого, катание по выходным, то вот велосипед может и 10 лет, видите, отъездить, и ничего, кроме замены засохшей смазки во втулках, ему, грубо говоря, не потребуется. Продолжение следует...